Ну а сейчас информация для тех, кто устал стоять в пробках и к тому же располагает несколькими лишними десятками миллионов рублей. В Москве проходит единственная в стране выставка вертолётной индустрии «Хелли Раша». Несмотря на то, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, а многие мировые бренды покинули нашу страну, посмотреть на выставки есть на что. Вертолёты премиум класса «Аурус», трудяги конструкторского бюро «Камова» и «Миля» и, конечно, тренд последнего времени «Беспилотники». С новинками отрасли познакомился и наш специальный корреспондент Алексей Мак. Алексей, приветствую. Ну ты так сейчас улыбаешься нашим зрителям, мне словно купил себе вертолёт. Ну а если серьёзно, то в каком состоянии сейчас индустрия вертолётостроения в нашей стране? Александр, приветствую тебя и студию «Вместе РЭ». В этом году на выставке представлены вертолёты, беспилотники и прежде всего перспективные вертолётные двигатели и новые материалы для их производства. В целом свыше ста разработок, поэтому оптимизма много и всё отечественное. Я хочу показать прежде всего инновационную технику, ведь наша страна одна из немногих в мире, которая может создавать новые модели вертолётной техники практически с нуля. И среди таких ключевых экспонатов, отмечают эксперты, можно выделить вот этот, который за моей спиной находится, вертолёт. В его отсеке можно перевозить до тонны груза при длине всего лишь 13 метров. Модель настолько реалистична, что, ну, на первый взгляд догадаться, что это макет довольно сложно. Сейчас разработчик создаёт опытный образец, а после испытаний новую модель вертолёта запустят в производство. Ну, использовать его будут в нефтегазовой промышленности. Это самый крупный беспилотник на выставке на 95% из наших комплектующих. Ну, и дальность полёта около тысячи километров. Материалы действительно инновационные. Углепластик, комплектующие планируются отечественного производства. Сегодня мы показываем полноразмерный макет, но лётные испытания и первые полёты планируются на 2024 год. Наши беспилотные летательные аппараты снабжены автопилотом и имеют возможность совершать полёты в автоматическом режиме без участия оператора. А применение традиционное – это везде, где нет транспортной инфраструктуры, где нет ни дорог, ни какой-то возможности другим транспортом доставить грузы. И самое главное – это грузовая доставка в труднодоступных регионах. Ну, а это самый выносливый, как его называют, беспилотник. Модернизированный конвертоплан, который производят тоже в Москве. Это гибрид беспилотного самолёта и вертолёта, поэтому он может взлетать и садиться вертикально, как вертолёт. Его главная задача – доставлять грузы на дальние расстояния или вообще вести мониторинг местности. На стенде уменьшенная модель в реальном размере. Размах крыльев будет достигать 5 метров. Аппарат может улететь от оператора на 600 километров. А управляется конвертоплан вот такой с небольшой платформы размером с планшет. Мы используем самые последние технологии в области аэродинамики и квадрокоптерной технологии. Если говорить, к примеру, про этот аппарат, в чём его особенность? Он имеет вертикальный взлёт, то есть он взлетает на определённую высоту. Далее в процессе задние винты у него переворачиваются, и он превращается в самолёт. Дальше летит. Размах крыльев позволяет лететь достаточно длительное время с минимальной потерей электроэнергии, если сравнивать, например, с нашей большей моделью квадрокоптерного типа. Скорость сваливания данного аппарата в районе 40 километров в час, что позволяет ему лететь максимально долго на своей инерции. Представили на выставке беспилотные платформы, которые легко трансформируются из доставщика груза весом до 25 килограммов в комплекс мониторинга местности. Представлены на выставке и отечественные летающие мотоциклы, как их называют в народе. Это первое в России производство, которое имеет свидетельство лётной годности для такого класса летательного аппарата. Он называется автожир или гироплан. Для взлёта ему нужен небольшой разгон. Заправлять его можно обычным 95-м бензином, но подмосковные конструкторы продают свою технику не только внутри страны, но и далеко за её пределами. Давайте послушаем. Ну, наша техника в России используется в наших учебных целях. Мы обучаем курсантов в нашей лётной школе. А основные потребители – это иностранные компании. Это Южная Африка. Мы сделали туда уже поставки и в Намибию, и в Зимбабве, и в Южную Африку. Наши аппараты летают. Отправили в Европу. Ну, аппараты есть и в Германии, и в Латвии, и в Прибалтике, и в Коста-Рике. Рынок огромный, но основной – это авиатуризм, перелёты на короткие дистанции, спорт. Используют, в частности, в Зимбабве. Мы отправили один борт для сельского хозяйства. Он занимается, ну, обработкой поселных площадей. Ну, и переходим дальше. В арсенале отечественных производителей техника на водородном топливе. Эти беспилотные вертолёты имеют высокую сопротивляемость ветру, ну, и, конечно, противообледенительную систему. Это позволяет их использовать в условиях Крайнего Севера, Арктики, Дальнего Востока. Ну, к примеру, со скоростью 200 км в час этот вертолёт выставит груз на расстоянии до 600 км. И о развитии отечественной отрасли вертолётостроения мы пообщались с Андреем Шевченко, генеральным директором компании по производству гражданских беспилотных летательных аппаратов. Сегодня очень определяющее такое мероприятие, выставка. В современных условиях всё-таки Россия перестраивает свои взгляды на внутреннее производство в стране, вот так аккумулирует свои всевозможности. Вот насколько сейчас у нас развивается и вертолётостроение современное, и беспилотники? Успеваем ли мы замещать те технологии, без которых мы остались, и которые нужно всё-таки возобновлять и восстанавливать? Действительно, отрасль сейчас достаточно серьёзно и быстро развивается. Это связано с поручениями президента, которые были отданы. Как вы знаете, прошло совещание в индустриальном парке Руднево. В индустриальном парке Руднево будет сосредоточен центр компетенции. Мы являемся якорным арендатором индустриального парка. Планируем разворачивать производство своих беспилотников. Сейчас у нас 9 тысяч квадратных метров развернуто производство в индустриальном парке Руднево. К окончанию года планируем выйти на мощности уже 27 тысяч квадратных метров. И такие перспективные планы до 2030 года, которые уже были озвучены на этом совещании, мы планируем разместить 10 тысяч рабочих мест и выпустить до полутора тысяч беспилотников различного типа. Это мультироторного типа, самолётного типа и в том числе вертолётного типа. Вот как сейчас удаётся замещать те конструктивы, электронику, возможно, о которой мы говорим, да, микроэлектронику, которая всё-таки не всегда доступна нашим производителям, а техника нужна? Мы изначально, ориентируясь на создание техники, планировали использовать российские технологии. В наших беспилотниках от 60 до 90% комплектующих и материалов российского производства. Но, тем не менее, сейчас в настоящее время проводится работа по замещению, по импортозамещению. Сейчас организована программа по сквозным окрам. То есть главной исполнитель выполняет работу, дальше создаёт кооперацию, и дальше государство финансирует опытно-конструкторские работы по замещению деталей, комплектов, в том числе и микроэлектроники, которые необходимы для создания автопилотов беспилотных воздушных судов. Вот когда смотришь на то, что уже сделано, ну, это действительно поражает. Это и самый крупный, можно сказать, даже грузовой вертолёт, который управляется не просто, знаете, как беспилотник, да, а это автопилот. Какие вообще сейчас ориентиры и какие требования рынка именно по такой технике? Какие, я не знаю, новые модели? Потому что всё это должно усовершенствоваться, наверное, ещё до того, как рынок это запросит. Мы линейку своих вертолётов беспилотных на самом деле планировали, исходя из потребностей потребителей. Вот беспилотный вертолёт, который показан на выставке, уникальный, с облётной массой 3600 килограмм и возможностью перевозки груза до одной тонны на 90 километров, мы брали потребности нашего основного потребителя, Газпромневснабжения. Этот вертолёт будет востребован в части именно массы груза и габаритов грузовой кабины. То есть этим вертолётом будут перевозиться запасные части, комплектующие на отдалённые буровые вышки, там, где работает Газпромневснабжение. И мы ориентируемся на потребителя, потому что в противном случае было бы бессмысленно линейки какие-то там рисовать и создавать. Ну вот, и знаете, такой вопрос завершающий, всё-таки нам удаётся локализовать производство, находить кадры. Интересуются нашей техникой зарубежные страны? Дружественные, понятно, интересуются, они дружественные. Как всё-таки вот эти бизнес-цепочки, которые уже были, они работают? Есть интерес у производителей, несмотря на некоторые запреты? Приведу маленький пример. Вчера приходила делегация филиппинская и поступил запрос, ещё предварительный на самом деле, но он уже поступил на использование нашей техники. Поэтому я считаю, что это будет и дальше развиваться, и мы будем взаимосотрудничать, эти связи будут налажены. Хочу ещё рассказать о том, что начали в стране выпускать дроны с гибридно-энергетической установкой. Внутри беспилотника бензиновый двигатель-генератор, который заряжает буферные батареи, которые питают дрон. Таким образом можно обеспечить беспрерывный пятичасовой перелёт уже желающих возможность посмотреть у всех выставку и завтра. Поэтому, Саш, приглашай, очень много интересного и познавательно даже с технологической точки зрения. Ну, можно сказать, что мы всё сейчас посмотрели, открыв рот, по большому счёту. Это очень интересно, очень занимательно. Спасибо, Алексей, и наш специальный корреспондент Алексей Мак о работе в выставке Heavy Russian.